Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. И у нас в гостях Елистратова Ирина Николаевна, главный нештатный специалист по палеоативной помощи Министерства и здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Елина Николаевна! Здравствуйте! Елина Николаевна, тема сегодняшнего выпуска – это организация палеоативной помощи в Ульяновской области. Вообще, палеоативная помощь сама – это такое направление в медицине, оно и сложное одновременно, и одновременно такое современное, новое. И все-таки сказать, что это чисто медицинское направление, наверное, невозможно, потому что оно несколько таких включает в себя направлений – это и духовное, и физическое, и психологическое, и юридическое, и социальное, и медицинское, конечно, разумеется. Так вот, что такое все-таки палеоативная помощь? Как бы вы охарактеризовали? Ну, вы совершенно правы. Палеоативная помощь – это совершенно новый раздел в медицине, новое направление. Оно существует фактически документально, нормативно определено только в 2019 году. До того это были основы палеоативной помощи. Сейчас это уже действительно полноценный вид медицинской помощи. Наравне со скорой помощью, со специализированной и с первичной. То есть самостоятельно такое? Это да. То есть в 323-м федеральном законе закреплен как отдельный вид медицинской помощи. В чем смысл нашей помощи? Мы занимаемся теми пациентами, которых нельзя вылечить. Это пациенты с хроническими, неизлечимыми, прогрессирующими заболеваниями. При этом мы должны человеку создать максимально комфортное качество жизни, чтобы он при своем диагнозе постарался максимально жить так, как ему было бы удобно. То есть убрать те симптомы заболевания, которые человеку мешают жить. При этом на само заболевание мы уже повлиять не можем. Мы ничего не можем изменить в прогнозе, к сожалению. Но любой человек хочет жить, несмотря на то, что происходит в его жизни. И важно создать и для него комфортную среду, для его родственников, так, чтобы он смог полноценно жить так же и ощущать себя членом общества. Это очень-очень важно. Ну, то есть, получается, пациенты, конечно, это непростые и заболевания, как вы сказали, неизлечимые. Но не излечить – это не значит, что нельзя помочь. Правильно? Совершенно верно. Вот мы как раз этим и занимаемся. То есть, фактически, в общее количество таких пациентов примерно в Ульяновской области 10 тысяч человек в год. Но так как у каждого такого пациента есть родственники, то есть, фактически, та группа людей, с которой мы работаем – это 30 тысяч человек в год. Причем, особенность палиативной помощи состоит в том, что мы не заставляем людей действовать в рамках привычной медицинской схемы. Мы не заставляем приходить к нам на прием, сидеть в очереди. Вообще, у нас это отсутствует понятие как таковое. Приход к врачу, там, талончики, очередь, очередность – это вот просто отсутствует как таковое. То есть, доступно здесь прямо во всем оружии? Да, да, да. Здесь совершенно иные принципы. И непосредственно через сам хоспис проходит порядка трех тысяч пациентов. А все остальное – это работа на дому. То есть, мы работаем приближенно к максимально комфортным условиям для пациента. Это у него дома. Ирина Николаевна, ну вот хоспис сам, насколько я помню, он образовался, по-моему, в 1994 году у нас в городской области, да? Да, да, да. И получается, что вот все-таки вот какие были предпосылки именно к его образованию? И насколько востребована именно палиативная медицинская помощь у нас в регионе? Ну, в общем-то, реалии каковы. С течением времени палиативной помощи, она нужна все больше и больше, потому что население пожилого, ну, в целом на планете, у нас в Ульяновской области тоже становится больше, больше и больше. Мы вряд ли на процессы демографии можем глобально повлиять. Соответственно, чем больше людей стареет, больше людей болеет, и им нужна именно вот такая вот помощь. Соответственно, в 1994 году, конечно, задумались о том, совершенно правильно, это была общемировая тенденция тогда. То есть, фактически, можно сказать, что в Ульяновске наравне с Санкт-Петербургом и Москвой в стране впервые зародилось вот движение палиативное как таковое. Собственно говоря, это и Англия в те времена как раз активно начала развивать, это родоначальник, можно сказать, палиативной помощи. То есть, мы не отставали от планеты совершенно. Вопрос только в том, в объемах и глубине этой помощи, она, конечно, изменилась за 25 лет кардинальным образом. Плюс ко всему, даже сейчас пандемия выявила, что, к сожалению, несмотря на то, что это инфекционное заболевание, она очень часто имеет стойкие нарушения здоровья в отношении в том числе и легких, и сосудов, и какой-то когнитивной сферы памяти, внимания, головные боли, что фактически, когда у человека вот такой синдром длится более полугода, то сейчас уже выставляется диагноз постковидный синдром, и человек нуждается в том числе в палиативной медицинской помощи. Это общемировая тенденция, к сожалению. Ирина Клановна, вот все-таки какой формат палиативной медицинской помощи, и чем она все-таки отличается от традиционной медицины? У нас, в принципе, что объединяет с традиционной медициной, есть возможность амбулаторно, то есть вне учреждения обслуживаться, и есть возможность обслуживаться непосредственно в стационаре в палиативном отделении. Но перевес и основа основ палиативной помощи – это работа на дому. Как организована наша работа? У нас есть выездная патронажная служба палиативной медицинской помощи, которая обслуживает достаточно широкий перечень пациентов с заболеваниями совершенно различными. То есть это нет привязки конкретно к онкологии, к инсультам, инфарктам, совершенно нет. Главное – это наличие вот такого вот хронического заболевания, которое уже в тяжелой стадии, и оно неизлечимо. Соответственно, что делает наша выездная служба вот этой палиативной помощи? Когда мы получаем сигнал о наличии такого пациента, информация обрабатывается, диспетчер связывается с родственниками пациента, выясняется дата и время посещения, когда это удобно семье, потому что наш пациент, как правило, не может целиком, полностью даже о себе рассказать, описать, показать, достать какие-то документы. То есть всегда нужно наличие родственника. Мы приезжаем на дом, в состав бригады врачебной входит врач палиативной помощи, медицинская сестра либо фельдшер и психолог. Это базовый такой состав. По желанию либо необходимости могут и другие специалисты привлекаться. Они приезжают на дом, осматривают пациент полностью на дому. То есть все, что необходимо для диагностики, мы привозим тоже с собой. Делаем выводы о том, какая помощь нужна. То есть достаточно ли на дому объяснить и показать семье, как нужно облегчить жизнь пациенту. То есть наша цель не своими силами делать пациенту лучше, потому что мы никогда не знаем его уклад жизни, к чему он привык, его предпочтение даже элементарно в еде, любит он телевизор смотреть или в одноклассниках сидеть. Мы обучаем тем принципам медицинским. По облегчению боли, улучшению качества сна. Мы все это, даже как правильно перестелить постель, все мы расскажем родственникам. Но учитывая интересы самого пациента. Конечно, конечно. То есть получается так, что в каждом случае разговор будет индивидуален. Вот, это первое. Ну и второе, если уж принимается какое-то решение о необходимости оказания палеотивной помощи в условиях стационара, то сразу хочу наших зрителей предупредить о том, что мы работаем, как и любая другая больница. То есть мы берем пациента максимум на 21 день, а потом возвращаем его домой с подобранным курсом лечения, которое необходимо продолжать дома. То есть распорядок дня, прием каких-то медикаментов. Все мы расписываем по часам. Выдаем рекомендацию, и по этой рекомендации нужно жить фактически всей семье. В том случае, когда семья устала, планирует отпуск, ну или просто люди могли заболеть, то есть тогда, когда уход невозможно осуществлять на какой-то определенный промежуток, мы такого пациента можем опять же таки госпитализировать на этот же период, 21 день, для того, чтобы дать социальную передышку семье. Вот. Поэтому мы, конечно же, не являемся учреждением, как многие считают, какого-то последнего пути. Мы такая же в этом плане больница, как и все остальные. Мы делаем все, что можем, даем рекомендации, а в дальнейшем максимально наша цель адаптировать пациента к домашним условиям, чтобы он был дома, чтобы он был с семьей. Елена Николаевна, ну вот случилась беда, да, вот в семье случилась беда. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, каков алгоритм действия родственников, да, и вот куда обращаться, куда звонить, по каким телефонам, может быть. Ну мы, конечно, дать им там программе, может быть, бегущей строкой. Да, да, да. Я хочу сказать, что, в принципе, есть два пути. Самый частый путь – это, конечно же, любая семья на дом вызывает врача-терапевта. Врач-терапевт любой знает о нашем существовании, то есть он может направить сам непосредственно семью к нам. То есть есть все контакты у врача, то есть все? Да, 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 да. Это первый вариант. И второй вариант – непосредственно родственники, даже не имея направления пока еще, обращаются к нам любым удобным способом. У нас есть аккаунты, в общем-то, во всех социальных сетях, электронная почта, ватсап-приемные, телефоны. Ну как в любом медицинском учреждении. Да, да, да. То есть получается, что можно любым способом доступным, скажем так, заявить о себе, о нуждаемости. Дальше наш диспетчер связывается, либо дается информация, что еще необходимо для того, чтобы мы едем на дом. То есть механизм тот же. К нам не нужно приходить, ждать в очереди, брать талончики. Все решаются, вопросы все дистанционно. И мы едем уже сами к пациенту. Для того, чтобы непосредственно уже во время первого визита дать полноценные рекомендации. Наши рекомендации – это лист минимум А4, где подробно написано, начиная от распорядка, режим дня, как кормить и уже какие-то медицинские назначения, если они нужны. А они даже не всегда нужны. Ну и беседе можно, да, все из чего еще получить ответы. Да, да, да. Поэтому в этом наше самое главное отличие, что мы едем к пациенту, а не наоборот. Ирина Николаевна, ну а вот, ну вы уже об этом сказали, вот обучение родственников, да, это же тоже важная такая составляющая. И вот вообще сопровождение такое, семейное сопровождение, да, оно должно же быть, да, присутствует в пулятивной помощи? Вот совершенно верно. До пандемии у нас были классы, мастер-классы, были школы, они проводились непосредственно на территории нашего учреждения. Сейчас мы формат полностью поменяли. И приезжая в каждую семью, медицинская сестра патронажная рассказывает, показывает и обучает сама. Она может обучить всему, начиная от способа правильно одеть больного, там, памперсом как пользоваться, заканчивая как делать инъекции, потому что, ну, очень часто нужны самые элементарные подкожные инъекции. Обезболивание медицины. Обезболивание, да. То есть это доступно любому члену семьи, тут не нужно медицинского образования. То есть патронажная медицинская сестра, она закрепляется за семьей на весь период наблюдения у нас, а оно пожизненное. Она связывается постоянно с семьей, спрашивает, какие есть проблемы. Она же дает советы, рекомендации, она же обучает. Один раз, второй, третий. То есть, ну, столько раз, сколько нужно для того, чтобы, в общем-то, все закрепилось и начало работать на дому. Поэтому вот еще наше одно отличие – это наличие патронажных медицинских сестер. Здорово. Ирина Николаевна, вот, ну, вы уже об этом тоже сказали, вот, роль первичного звена. Нельзя, как бы, да, тоже эту планку снижать. Вот, то есть, вы сказали, что это очень важно, да. Давайте еще расскажем, может быть, даже и телезрителям нашим, да, и вот нашим коллегам, медикам, которые именно в первичном звене работают, еще раз, вот, что они являются таким вот связующим звеном между вот вашей помощью, да, и вот именно вот теми пациентами, которые нуждаются в вас. Поэтому я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо нашим коллегам. Конечно, конечно. Вот, первичное звено для нас терапевты, это, в общем, получается и альфа и омега, потому что... Низкий поклон, конечно. Да, да. Сейчас, особенно в период пандемии, это очень важно, то, что они находят время и силы, помимо вот борьбы с основными вот такими вот заболеваниями инфекционными, еще и на хронических пациентов, которые часто даже годами не выходят из дому. И именно через терапевтов мы получаем максимальное количество сигналов о том, что необходимо выехать на дом. Поэтому для специалистов я хочу сказать, что самое главное, даже если вы сомневаетесь, палиативный пациент, не палиативный, вы лучше дайте нам информацию, вызовите нашего доктора на дом. Мы сами дальше все решим. Это первое. Ну и второе, все-таки палиативная служба, она может достаточно большую нагрузку с терапевтического звена снять, потому что мы выезжаем на дом, консультируем людей, отвечаем на множество вопросов, на которые бы иначе бы пришлось ответить терапевту. Поэтому, чтобы эту нагрузку снять, активнее передавайте ваших хронических пациентов нам. Вот. Они очень, ну все люди, в принципе, этим довольны, возможностью приехать вот таким образом, что специалист приехал, на дому проконсультировал. Это очень хорошо. Поэтому огромное спасибо. Ну и, в общем, ждем новых вызовов. Это самое главное. Скажите, пожалуйста, вот в условиях коронавирусной инфекции, да, вот посещение родственниками своих вот близких, да, оказавшихся в такой ситуации, как вы сейчас это все делаете, как это осуществляется? Вот об этом давайте расскажем. Тема, конечно, это очень важная и очень непростая, потому что, ну, учитывая пандемию, у нас, конечно, тоже есть карантин, потому что наши пациенты, те, которые особенно ходят в сценарии, как правило, все в тяжелом состоянии и в случае, если инфекция посетила бы их, ну, прогноз был бы очень неблагоприятный. Причем к вакцинации они, наши пациенты, как правило, имеют противопоказания. Вот. В связи с этим, конечно же, такого посещения, как раньше, родственниками нет. Но в том случае, если какая-то критическая ситуация, мы понимаем, что, ну, человек действительно уходит из жизни, мы все условия организуем, это обязательно, чтобы попрощаться, чтобы они могли прийти, вот. Это жизнь. – Ну, я считаю, что вообще, ну, я вас давно уже знаю, да, я знаю, что вот это, что с вашим приходом, как-то вот, вот, приятная помощь, она какое-то новое такое движение появилось, да. Скажи, пожалуйста, вот, что все-таки вот такого нового, да, что такого объективного, интересного, и, может быть, какой-то обмен идет тоже, да, наверное, между, там, другими регионами, другими как-то вот службами тоже, да? – В общем-то, да. Сейчас достаточно большая программа мы есть, развитие палеоактивной помощи в Российской Федерации, мы в ней тоже, конечно же, участвуем, и новое, что у нас есть, у нас есть программа по обеспечению вот таких пациентов неизлечимо больных оборудованием, которое поддерживает их жизненно важной функцией. – Вот, это очень важно. – Вот, то есть есть те пациенты, которые просто не могут жить без кислородного концентратора, кто-то без даже портативного аппарата искусственной вентиляции легких, и благодаря этой программе это оборудование у нас закуплено и выдается в пользование абсолютно безвозмездно семье на основании договора безвозмездного пользования на весь период заболевания. Соответственно, такая помощь, она позволяет качественно жить тем пациентам, у которых раньше прогноз был совсем неутешителен, потому что самостоятельно приобрести оборудование на миллион рублей, как минимум, это вряд ли кому под силу. Соответственно, мы этим очень гордимся. Если в прошлом году 24 человек смогли воспользоваться этой программой, то вот по итогам… так, это было в 20-м году 24, а по итогам 21-го года 41 человек. 41. И суммарно у нас уже 10 человек получили помощь с использованием искусственной вентиляции легких на дому. То есть я еще раз подчеркиваю, это не те люди, которые у нас находятся в стационаре, как обычно это классически бывает в реанимации, под постоянным наблюдением. Наша функция как раз именно в том, чтобы подобрать оптимальный режим вентиляции, либо этот режим подобран уже в стационаре, и пациент с оборудованием выписывается домой, для того, чтобы в комфортных для него условиях жить дальше. Потому что нет ни одного человека, которому приятно было бы жить в больнице. Я думаю, такого мы не найдем, человек. Конечно. Ну, учитывая ваш колоссальный опыт, я хочу немножко такую тему обсудить с вами. Но работа в хосписе и работа вообще именно в палиативной этой медицине, она, наверное, непростая, даже безнаверная. Она непростая. Ну, согласна. Она непростая. И, наверное, здесь какой-то особый уклад такой должен быть у человека. Это и физически тяжело, и психологически. Вот скажи, пожалуйста, у вас как-то сотрудники как-то особо принимаются на работу, или как-то проходит какой-то естественный отбор, или они привыкают к такой работе. Давайте об этом поговорим. Ну, я совершенно согласна, для того, чтобы работать в палиативной помощи, но особенно в хосписе, человек должен быть, с одной стороны, очень сильным, а с другой стороны, обязательно эмпатичным. Он должен сочувствовать, сопереживать, сострадать пациенту. И таких людей, ну, наверное, может быть и не очень много, а может быть и не очень мало, потому что на самом деле мы много о людях не знаем. Поэтому для того, чтобы человек, который хочет работать, многие говорят даже служить в палиативной помощи, как правило, мы всем предлагаем небольшой период волонтерства. Потому что только придя непосредственно к нам, то есть я, конечно, хочу сразу предупредить, что это не те люди, которые не имеют медицинского образования, то есть речь идет о медиках в любом случае. Да, да, да. То есть когда человек приходит к нам, проходит вот этот вот проверочный этап, он проверяет прежде всего себя. Научить каким-то особенным медицинским манипуляциям нашему графику работы это ведь несложно. Это каждый медик умеет. А общаться с пациентом, понимая, что он никогда не выздоровеет, но ты при этом все равно должен сделать ему лучше, тут нужна определенная, да, и твердость, и доброта одновременно. То есть это люди действительно необычные. Ну и время расставляет все на своих местах, это точно. При этом у нас коллектив довольно-таки молодой, то есть большая часть наших специалистов это люди не старше 40 лет. Служба молодая и, соответственно, люди тоже совершенно новой формации, потому что принципы работы очень сильно отличаются от классической медицины. И люди, которые привыкли работать в классической медицине, уже не смогут, наверное, измениться настолько кардинально, может быть, это уже и не нужно. Поэтому мы своих специалистов, как правило, растим сами, они к нам приходят уже на этапе обучения в колледже. Где-то на практику, где-то на волонтерство, потом на работу. Тоже так же студентов медицинских вузов мы с удовольствием приглашаем. Это сестринская деятельность. Ну и таким образом у нас уже появилось два молодых врача в хосписе. Прям воспитали такое? Ну, наверное, это самый правильный путь, получается. То есть человек в любом случае выбрал этот путь для себя сам. То есть они к вам приходят, там тоже есть элементы наставничества, да? Обязательно. Ну вот в палиативной помощи это очень важно. Да, здесь никак. У нас и для врачей есть наставник, есть наставник, соответственно, наша старшая медицинская сестра для средних медработников. Ну, они для них фактически как родители, можно сказать. Потому что здесь все совсем иначе. И ответственность выше, и работа сложнее. Вот. Ну, идем мы по этому пути. В нужном направлении идем. Николай, ну, возвращаясь еще немножко к началу нашего разговора, да, все-таки я хочу, чтобы мы еще раз проговорили эту тему, да? Потому что нас очень много смотрят телезрители, у кого действительно вот они, ну, случилась вот беда, да, и они не знают вот действительно как, вот какой первый шаг нужно сделать, чтобы действительно помочь своему близкому, своему родственнику. Давайте еще раз вот скажем о том, что вот куда нужно обратиться. Как правило, самый популярный способ это позвонить по телефону. Телефоны мы оставим сейчас для того, чтобы вы продемонстрировали это первое. Второе, они у нас есть на сайте 413417, 413418. Спасибо. По этим номерам всегда отвечает старшая медицинская сестра в выездной службе. То есть наш диспетчер тоже квалифицирован. Опытный. Опытный, да. То есть задача этого человека максимально быстро оформить выезд на дом. Если телефон недоступен или вы его не можете найти, заходите на сайт формы обратной связи, пишите в WhatsApp, в любую социальную сеть. Тоже в текущем режиме ответы идут сразу. В текущем режиме идет ответ. То есть вы пишите, нужно просто сразу обозначить, там необходима ваша помощь, оставить свой какой-то обязательно контактный номер. Потому что очень часто люди, находясь в сложной жизненной ситуации, не оставляют обратного контакта. Поэтому, пожалуйста, по электронной почте, и это тоже, кстати, очень популярно, пишите также на электронную почту, что у нас есть вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами или дайте нам какое-то разъяснение. Это все тоже отвечается непосредственно в текущем режиме. То есть можно просто обратиться дистанционно и дальше уже все объяснят, либо перезвонят, сразу расскажут, как дальше действовать. То есть самое главное написать, либо позвонить. Сделать первый шаг. И вопрос можно задать касаемо любого раздела, да, паллиативной помощи получается? В общем-то да, да. То есть есть любой вопрос, звоните, может звонить пациент, родственники пациента, так как они являются его представителями. Это и терапевты, это любой доктор, который выявил такого пациента. Пожалуйста, нам самое главное вот получить этот сигнал, дальше мы его без внимания точно не оставим. Вот так мы и работаем. Елена Крабовна, еще по традиции уже, да, в заключении нашей программы, может быть, какие-то добрые советы нашим телезрителям? И как от врача, и как от руководителя хосписа? Ну, в общем-то, самое главное, наверное, это, как я считаю и хочу всем пожелать, в любой ситуации самое сложное – это улыбаться. Понимать, что любая неприятность, она временна, и стараться всегда быть человеком, если что-то не так, помочь делам, советам, ближнему, родственнику, другу, потому что добро всегда возвращается. Но это главный принцип, в принципе, паллиативной службы, я думаю, что оно работает в жизни тоже великолепно. Ну, то есть во главе угла все-таки это человечность, сострадание, сочувствие, да? Да, 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 да. То есть всегда надо поступать так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой. Все уже написано до нас. Да, это точно. Вот. Этого и хочу пожелать. Будьте здоровы. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за такие добрые слова и пожелания. Спасибо. Я вам желаю в вашей непростой работе, конечно, чтобы все было так, как положено, чтобы все это выполнялось, чтобы действительно та индивидуальность, о которой вы говорите, да, чтобы каждому человеку был индивидуальный подход и доступность действительно вот этой паллиативной медицины, чтобы она действительно вот вами так осуществлялась, как и прежде, и всегда была так вот на высшей степени такого развития. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Ваш доктор Смирнов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok